всем привет меня зовут снежана рубричка прочитанная снова с нами любимая если я немножечко мертва простите пожалуйста очень тяжелая неделя очень тяжелая пятница я выжила вот так вот и села сказать вам я в надежде только на то что я во первых просто не упаду сейчас лицом вниз и кофе мне поможет традиционно наливаем кофе йог чего покрепче пожелательно помните что алкоголь вредит вашему здоровью но я буду пытаться разбудить себя кофе чтобы поговорить о том что я прочитала в августе август август был ознаменован во первых отпуском и соответственно определенными критериями на чтение в отпуске те кто подписан на телегу уже знают какое было мое чтение в отпуске во вторых это выход из отпуска и осознание того что отпуск как бы был но как бы его не было и что происходит и вообще поэтому август максимально лайтовый он максимально провален по чтению на английском как и предыдущий месяц но я сейчас потихонечку вхожу обратно в эту колею если мы говорим о серьезном чтении надеваем свои снопские очки то из более менее серьезного у меня был план на август так получилось что я снимал книжные выходные для бустеров я книжных выходных прямо поставила себе цель что я буду снимать влог и разгребу наконец свои запасы скандинавского янка дал то на полках собственно что я и сделала сегодня мы будем это все обсуждать и у меня было конечно же две книжки для книжных клубов все остальное все остальное это манга без лишней скромности поэтому манги будет примерно столько же сколько книжек и так поехали во первых я прочитала дом пяти листьев у нас нет его на русском в издании прямо в издании это традиционный любительский перевод есть в английском издании это моя большая большая мечта за иметь себе дом пяти листьев на английском потому что это определенно вошло вообще в топ всего что я читала наверно среди манг я знала об этом произведении есть также экранизация которая мне все еще стоит в планах и давно стоит в планах я знаю что этот автор еще также писала что-то про кафе небольшую короткометражку назовем это так и мне сказали у нее есть еще какая-то прикольная штука которую я буду обязательно читать дом пяти листьев это историческая история историческая история господи что такое пятница вечер историческая манга посвященная эпохи сигуната у нас есть главный герой чей имя и естественно забыла автор манги кстати нацуме оно главный герой у нас акицу масаноске и вот наш масосан стал раненом который пытается как-то подработать у него есть еще определенный долг перед семьей он отправляет деньги семье у него там младший брат который теперь получил место главы семьи него и сестра и наш масосан и прибывает в этом этого это как бы токио дальше там заворачивается он знакомится с чуваком который весь такой харизматичный интересный этот чувак просто нанимает масаноске качестве телохранителя и втягивает его в делишки банды дом пяти листьев тут я вам особо рассказывать историю не буду она на самом деле очень небольшая то есть помните да что я про мангу рассказываю только если я ее прочитала полностью и здесь у нас получается по моему 9 томов томов немного истории из-за этого выглядит очень очень емкой история о том как герой находит свою семью он оказался изгнан из семьи по крови и он находит новую семью которая оказывается для него даже более важной наверное в том плане как они относятся к нему вот эта история просто том как это происходит как происходит формирование этой связи как он попадает к этим людям какие-то люди как оказывается что он заводит невероятно классные отношения с каждым из этой шайки дом пяти листьев через каждого члена банды когда масаноске с ними общается включается в жизнь мы видим самого героя и вот этот вот момент показ героя его личность то как ты в него влюбляешься через то что он делает для других и как он себя ведет это было невероятно потрясающе и это в итоге стало идеальной историей про самурая вот если вообще существует какой-то стереотип да честь самурая вот это герои это честь самурая то самое внутреннее что наверное создало легенду этого термина то есть то каким должен быть самурай и вот это внутреннее достоинство достоинство которое настолько достоинство с большой буквы что все персонажи в этой истории так или иначе осознают насколько редкий человеком встретился на их пути в итоге к концу ты просто вот это персонаж вот это мужчина вот это действительно честь и совесть эпохи японии того времени за такую короткую историю сделать такой цельный рассказ мне это безумно безумно понравилось тростопенные персонажи они не очень сильно раскрываются с точки зрения каких-то флэшбэков их их жизненного бэкграунда но все равно это достаточно для того чтобы ты понимал как они все связаны и почему они приходят к тому финалу как которому они пришли у нас конечно есть второй как бы главный герой тот самый чувак который оказывается более тесно связан с масоноски точнее наверное этот чувак наиболее его интригует в этой шайке и у него есть прям такая история довольно классическая для манги но это было очень увлекательно тоже герой довольно таки с багажом с внутренним в конце оказывается все в итоге связано это было восхитительно мне прям безумно понравилось конечно же это 5 из 5 мечта за иметь бумаги и мое отдельное восхищение традиционно мы говорим про мангу мы конечно же говорим про рисовку эта рисовка она очень необычная это очень взрослая рисовка как мне кажется вот и когда ее смотришь ты прямо понимаешь насколько талантлив автор мало того что талантливо рассказана история так еще и в плане рисовки это было очень хорошо я под очень очень большим впечатлением даже вот я сейчас вспомню вспомнила рассказываю вам меня аж внутри все загорелось дальше я прочитала еще одну мангу я прочитал крепость апокалипсиса стояла в жанре хор и я подумала что такое интересное надо почитать периодически что такое выискиваю это было очень здорово точнее в начале такой история про то как пацанчик попадает в тюрьму для подростков там его потерять в камеру к трем чувакам у которых уже сложена вот эта ячейка там какие-то тюрки в столовой ну читай окей а потом просто бахнула бахнул зомби апокалипсис манга про зомбаков всем любителям зомбаков максимально рекомендую потому что это было очень по-японски трэш-шоу охрененно круто что мне очень понравилось это что история начинает как бы набирать обороты и она постоянно это делала до самого конца именно как жанровая мне понравилось что у нас во-первых история постоянно двигалась 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 и чуваки все время что-то делали я не скажу что они были всемогущие я кстати сказал четверо героев так сейчас я вспомню чувак который я безумно фанател от этого чувака украденный ребенок воспитанный вообще там какими-то бандюгами есть сумасшедший мальчик которого мать максимально покорежила из этого он поехал крышей и мальчик я уже кстати вот не помню что там него было у него тоже а все у него тоже в общем есть определенная история за спиной и подсаживают вот этого невинного то есть всего их четверо четверо они знаете как четыре садника апокалипсиса только те ребята те всадники которые пытаются с ним бороться здесь очень интересные зомби здесь очень интересная тема того почему это все возникло и очень интересно то как они выглядят и как они эволюционируют и мне очень понравилось что автор это сделала опять же тоже ну как бы развивая эту тему там есть отдельная крепота я орала в чатик пусеров благим матом я им показывала и просто к что что я читаю что засрань это просто срань но ради этого собственно ты читаешь но это было там есть еще отдельная как бы крепота связанная с чуваком которая типа главный зомби назовем это так и это было тоже полная японцы умеет что мне еще очень понравилось то что там постоянно движуха никуда-то едут у них есть определенные квестовые задачи назовем это так и они постепенно двигаются потому чем все закончится но меня поразило то как автор незаметно сделала тебе историю опять же между персонажами в целом конечно же вся эта моя затея читать мангу я очень-очень ее люблю именно за то как японцы делают истории героев связанных узами ненависти любви и дружбы преданности и вот этого всего и здесь как это незаметно произошло там например не в доме пяти листьев ты это ожидаешь возможно да а здесь ты такой ну что-то будет и потом оказывается что о да ничего себе то ничего себе как они как вот все это говно на них свалилась их связала и это было здорово это такая хорная бодрая зомбушная торшанина мне понравилось 5 из 5 дальше я читала книжечки читала скандинавский янкандал во первых я прочитала плюшевую девочку наконец-то со мной произошло я очень-очень давно порвалась и убрала уже даже не один и два раза читала первой страницы но я чувствовала что эта история такая к ней как бы надо подойти с определенным запросом и вы когда я такая все читаю весь скандинавский янкандал на своих полках я ее беру первым потому что мне внезапно в начале отпуска захотелось боли то есть такая ничего не читаю сложного читаю только мангу а потом такая боль я тебя искал это янка далт о том как 15-летняя девочка растущая в невероятно благополучной финской семье где есть и финансовый достаток где есть дом брат полная семья но не хватает одной маленькой детали довольно таки важный для того чтобы уберечь девочку от всего того что с ней потом будет происходить это внимание родителей и та самая любовь родителей к своим детям когда родители с попаданием ребят более-менее взрослый уже подростковый возраст все еще продолжают ими интересоваться и беречь своих детей здесь очень круто показана история о том как родители когда подростки уже такие типа 15 16 17 они уже в целом самостоятельные становятся и родители начинают отпускать и родители начинают посвящать время себе и здесь ты прямо чувствуешь насколько образовывается пустота вокруг этой девочки вокруг нашей прекрасной эмилии которая еще вся такая нежная булочка она просто плюшечка это действительно плюшевая девочка здесь название далеко не просто так представьте себе максимально чистую светловолосую финскую девочку а потом представьте то как эта девочка начинает получать деньги за всякие разные дела которые она делает например поздно вечером в парке здесь нет ничего такого переходящего грань физического прямо натуралистичного излишне или увидеть то что эта девочка уже переступила за границу так далеко что никаких шансов нет именно вся ценность как мне кажется историей в том насколько шатко ее положение и как классно автор прописывает вот это ощущение того что ты постоянно беспокоишься на протяжении всей истории перейдет ли она дальше или у нее получится отступить назад и то как она погружается вот в это состояние возможно пойти дальше в течение всей книги написано тоже очень-очень здорово история о том как пятна светлая девочка познает саму себя свою физическую сторону ей конечно это очень интересно важно и так далее но из-за того что у нее есть некий дефект а в том числе сформированный своей семьей как я говорила бустером в книжных выходных однозначно это в компанию к магме если вы помните у dream book а в свое время они выпустили исландскую книжулю я уже кстати не вспомню автора естественно исландские имена да вы что но был роман магма про то как молодая девушка попадает в уюзивные отношения и вот там все там это обнаженность там это честность там это ощущение когда вроде как бы действительно ничего такого как могло бы быть написано но при этом все равно ты читаешь и ты просто хватаешься за голову тебе страшно тебе действительно страшно не тот случай когда тебе страшно когда ты читаешь жанровую прозу а страшно от того как много разрушения и саморазрушение оказывается у людей вообще по жизни и вот это то же самое это как будто бы dream book таки так но мы нашли вот такую историю про объемные отношения молодой девушки а вот теперь мы нашли про подростка девочку это янка дал это причем очень чистый классно написанный янка дал потому что здесь очень хороший голос девочки самого подростка я не было никакого ощущения того что автор пытается подделать очень много как будто бы этого естественного отношения подростков к людям старше к своим ровесникам брату опять же к тому чего ждет этот человек который вот-вот должен уйти в взрослую жизнь от в целом от жизни этот вот листочек на ветру куда в итоге заносит очень очень хорошая история по моему нее не очень высокий рейтинг а немножко недоумеваю для меня это даже как-то немного обидно потому что я не знаю чего наверное ожидали люди читайте историю просто как девочка успешная хорошая девочка идет и продает себя конечно здесь будет вот это ощущение тошноты конечно здесь будет ощущение ужаса мне очень понравился финал и он вот тоже идеальный мне везло с финалами в этом месяце они все очень удачные не все заканчиваются именно так как надо и вот здесь тоже финал очень классный он опять же напоминает финал магмы вот в этом настрое но здесь финал как бы тоже очень красиво сделан почитайте там и сюжет на это интересно то есть что же все-таки произойдет автор накаляет там накаляет девочка все падает и падает а потом как бы вот у нас есть чем все закончилось но не верьте пожалуйста срицательным отзывам да эта книга не для веселья до эта книга не просто янка далт даже это не просто янка далт который вот у меня потом будет начитан в месяце но это очень важная книжка вот наверно это как магма действительно важная книжка про сложную штуку. Хорошо, что она есть. Удивительная финская книжуля. Пять из пяти. Кто бы сомневался. У меня в тех же книжных выходных было еще две книжки. А, точно. И я прочитала еще один скандинавский Ян Кадалт. То есть он был финский. Это, по-моему, у меня шведы. Да, это шведы. Чудовищ не бывает. Лиселут Виллен. Поляндрия Нуэйдж, кстати. Невероятно красивая все-таки книга. Очень красивая. Но после того, что я здесь прочитала, я бы предпочла, чтобы она была вся вот в таком духе. Землисто-лесном холодном, наверное. Она очень светлая, как мне кажется. Это более жанровая штука, чем плюшевая девочка. Чистый скандинавский нуар. Что ж тут скрывать? У нас есть Алиса, которая с матерью переезжает в старый дом где-то в ебенях. В шведских ебенях история начинается, когда мы знаем, что у нее должны быть экзамены. У нее случился нервный срыв в школе. И мать ее забирает и уводит ее в старый дом, потому что там тихо, спокойно. Там видно залив, елочки, еще лед на воде, роскошные деревья, роскошный лес. И это очень-очень-очень лесной роман. Это вот прям идеальный роман. брать его на позднюю осень, на ноябрь, на эти чтения, когда вот уже ты чувствуешь, что прям холодно. И ты чувствуешь, что вот эта атмосфера холодного скандинавского нуара, она будет в самое сердце. Хотя мне и в августе отлично зашло. Потому что книга действительно великолепно тебя погружает в это ощущение того, что происходит с Алисой. У нее есть определенные проблемы с памятью. Кстати, возможно, не зря она названа Алисой. У нее нет отца. Отец когда-то, ну, видимо, умер, насколько мы понимаем, в самом начале. И вся книга, это про то, как Алиса пытается понять, что произошло. Казалось бы, так просто. На самом деле, Алиса борется со своей головой. И вот это дрожащее, неуверенное состояние психики того, что происходит с персонажем, и тебе, как читателю, не очень комфортно, и тебе, как читателю, не очень понятно, и не очень понятно до самого конца, что происходит. То есть доверять ей или не доверять? Она надежный рассказчик или она ненадежный рассказчик? Вот эта интрига, она настолько хорошо здесь выписана. Мне очень понравилось, как это сделано. Мне понравилось, как это до самого финала доведено. И когда уже в финале ты понимаешь, что все-таки вот оно как было, ты такой, ааа. То есть даже там на скольких-то страницах до ты все еще не уверен. Параллельно у нас все-таки Ян Кадал, да. У нас здесь есть некие взаимоотношения еще с мальчиком, но мне очень понравилось, как вот эта романтическая линия вписана именно в скандинавский нуар. Это все так настолько по-скандинавски и нуарно, как оно должно быть, что у нас даже если есть романтическая линия, она тоже такая вся наполненная вот этой брачнотой, холодной, сдержанностью какой-то и одновременно попытками прокопаться как можно глубже в то, что происходит с героиней. И не только внутри нее, но и с людьми, с которыми она знакомится. Она знакомится там с парнем. Оказывается, что так как они с отцом когда-то жили именно вот в этом доме старом, что тут связаны немного и соседи, конечно, все знают друг друга, какой-то замут, какая-то история. Вот ты просто погружен в это состояние. Это было очень хорошо. То есть это как бы интересно по сюжету, потому что тебе тупо интересно, что же произошло. С другой стороны, то, как делает это автор, это идеальное исполнение жанра для подростков. Потому что героиня у нас подросток, у нее довольно-таки проблемы в школе, у нас дают экзамены, у нее есть отношения с матерью. К матери у меня там тоже есть некий вопросик, конечно, особенно ближе к концу. Ну ладно. Есть как бы мальчик, но настолько аккуратно выписана эта линия. Я прямо хотела аплодировать уверенно, потому что настолько это хорошо сделано. Это вообще ни грамма не раздражает. При этом ты понимаешь, что эта линия как бы и нужна, и важна, и дополняет. Супер! Среди деревьев, среди земли, среди земли, которая как бы холодная и может быть даже наполнена насекомыми, но в то же время не настолько противная. Это было хорошо. Пять из пяти. А потом я читала, я накидала книжечек. Я наконец-то прочитала еще один роман Катарины Керри «Никто не спит». У меня есть ее совсем не Аполлон. Вот мне очень посоветовали, я помню, под прочитанным, как раз когда я читала «Совсем не Аполлон», я выкладывала, мне посоветовали, что у нее есть еще «Никто не спит». Я сразу же побежала, купила мальчик, который с отцом переезжает в новый дом в связи с тем, что они такие оказались тоже оба одинокие мужчины. У мальчика умерла мать. Мальчик подростковый возраст, поздний уже подростковый возраст. Они переезжают с отцом в новый дом. И это то, что мне здесь очень понравилось. Как Керри пишет про излечение травмы через людей, которые тебе казалось бы незнакомы, но иногда, иногда так случается, что тебе везет с людьми. Старушка, соседка, которая приучает мальчика к опере. Есть интересный эпизод. Есть вот эта маленькая девочка, 7-летняя или 8-летняя, что ли, с которой ознакомится наш пацан. И оказывается, ну, то есть они оказываются друзьями в итоге. Это было очень приятно. Есть женщина, мать вот этой девочки. И взаимоотношения с отцом. Здесь очень много взаимоотношений с отцом. Если, например, в «Чудовище не бывает», там отношения с матерью такие немного подернуты дымкой, то есть Алиса больше погружена именно в отца, как мне кажется, фигуру отца, чем в мать, то здесь, конечно же, очень много взаимосвязей героя именно с отцом. И это из лучшего. Это то, когда читаешь про отца, насколько же он великолепный отец, как хорошо и как правильно он себя ведет, и какие у них прекрасные отношения. В общем, это чудный скандинавский пирожок про то, как можно наконец-то залечить свою травму, встретить новых людей. И в том числе именно эти люди будут помогать тебе вспоминать прошлое, но чтобы от этого не было больно. Единственное, мне кажется, что совсем не Аполлон, чуть-чуть лучше. Я поставила в итоге этой книге тоже пять из пяти, потому что это было прям очень пирожочно, это было прям душевно, это было очень хорошо душевно. Тут еще такой финал красивый, когда сын с отцом стоят на балконе. Но совсем не Аполлон, в нем есть, наверное, чуть больше красоты текстовой каких-то моментов, чуть больше драмы, может быть, потому что это как-то очень спокойная книга получилась по сравнению с совсем не Аполлон. Но вообще Киере чудесно. Вот у нее две книги, которые мне безумно понравились, и если когда-нибудь не попадет в руки третья, кто знает, я буду надеяться, что с ней не произойдет так, как произошло со мной в этом месяце с другим автором. Дальше я укатила, прям укатила в отпуск. Отпуск начался, я начитала, 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 две манги, три книжки, они хоть и тоненькие. И я собрала чемодан и уехала в Екатеринбург. Уехала в Екатеринбург, и там я долго, ну сколько я там была, не то чтобы там долго была, но тем не менее, для меня это долго, читала две вещи. А нет, три вещи, окей, вру, три вещи. Я дочитала там большую мангу, страшно сказать, сколько там томов, 19 томов, да, мать моя женщина. Я прочитала толстенную книгу, и я прочитала еще одну мангу на 23 тома. Все, это было хорошо. Итак, сначала мага, я читала Таяма Эмма, обмани меня, сёди, это сёди. Я не хотела стекла, подустала, я такая, ой, все, я готова читать вот такую сёди, у которой вообще будет просто как мыльный пузырь. Я буду в этом мыльном пузыре. И что вы думаете? Я действительно была в этом мыльном пузыре, но под конец мне хотелось просто рвать и метать. Наша главная героиня, такая вся холодная снежная королева школы, к ней боятся лишний раз подойти, потому что она как взглянет, так сразу кирпичом по лбу. Штука в том, что она автор новеллы для мобильных телефонов. Вот этот момент очень понравился. Мне понравилось, что там прям видно, как наша главная героиня пишет свою историю, и как она видоизменяет её, очень сильно основывая всё это на взаимосвязи с фанатами, на том, чего они хотят. И вот как раз они хотят, чтобы там появилась любовь, она не знает, что такое любовь, и она начинает большой эксперимент. Так получилось, что она шантажирует своего одноклассника, и чтобы не выдать о нём определённую тайну, она заставляет его встречаться с собой. Типа крутить шашни, которые потом перерастут в настоящие чувства, у нас появляется ещё одна соперница, у нас появляется ещё один соперник, у нас появляется ещё один соперник. К концу меня укачало. Начиналось это, причём всё неплохо. Там есть классные моменты, которые мангака обыгрывает именно такие тропы жанровые. Это первое прикосновение, первый поцелуй, там вот это вот всё. Это было очень забавно сделано, очень интересно. Но потом случилась вот эта самая ошибка, что как будто бы манга писалась именно с расчётом на то, что чего хотели бы добавить читатели в неё. У тебя нет общего сюжета, у тебя нет какой-то, знаете, прям драмы-драмы, конечно же. Там что-то накидывают, это херня полная. Она начала распадаться к концу, и вся химия между героями распалась. То есть химия вначале была, и это была симпатичная рисовка, мне очень понравилась, она такая очень в духе этого времени, 2009-2010 год. А потом всё это просто развалилось как карточный домик, и, к сожалению, соперник здесь вообще никакой. Он играет тоже на определённые японские штучки, но я не очень такое люблю, я уже старая для этого дерьма. И, наверное, вот эта манга прикольна для 12-летних девочек, если у вас есть племянники. Дети, возможно, вы смотрите меня, у вас уже есть дети этого возраста, 12 лет, 13. Вот это идеальная манга для них. Тут ничего не потребного, как я потом буду читать. Тут всё такое вот миленькое, школьное в сети, борьба за сердце, эта снежная королева, и этот соперник, который не мой сорт. Точно вообще не мой сорт. Я под конец дочитывала с большим трудом, а это ещё и 19 томов. Немаленькая манга, скажем так. Я прикурила в конце, меня всё это начало раздражать, и я в итоге влепила два из пяти. Не настолько плохо, что прям один балл влепить, но два. Я вся такая расстроенная, а взялась параллельно, я же ещё читала книгу, потому что мангу и книги я читаю параллельно, прочитала, конечно же, отпуск, как и предыдущий зимний отпуск у меня знаменовался. Ребекка Ярос «Железное пламя». Самое большое разочарование месяца. Я очень надеялась, что я поставлю книги, конечно же, три из пяти, как и прошлый раз, как и первая часть, но мне очень будет нравиться химия между героями. Меня в целом не будет раздражать главная героиня, и мне, наверное, что-то будет нравиться среди определённого мироустройства, не знаю. Ну, в общем, я как-то такая, хотя бы три из пяти, как первая часть. Будет лучше – супер! И я начала читать, и, господи, как у меня потом горело! Я выкатила в чат бустеров тоже кучу кружочков по итогу, и мне прямо… И дело даже не в том, что автор делает вот этот замес в отношениях между главными героями. Давайте не будем скрывать. Мы все читаем этот роман, естественно, ради отношений. Ради чего вообще это читать? Ради драконов? Да ну, как бы чисто, ну да, прикольно. Но я читаю это, естественно, ради отношений. И вот я такая, вау, сейчас я почитаю. Я даже согласна на то, что они опять обидятся друг на друга, будут что-то бухтеть, и вот там всё пойдёт по тому же сценарию, что и в первой части. Но что будет это сделано так плохо? Я вообще не ожидала. Что у нас происходит? Первая часть заканчивается, наша героиня находится не в стороне, назовём это так. А потом она возвращается в школу. И я, может быть, попыталась сделать, типа, о, смотрите, я сделаю как Гарри Поттер, у меня будет вторая часть, тоже школьные годы. Я покажу программу, которую проходят второкурсники. Она, типа, должна отличаться от первой. Она действительно отличается. И это первый провал этой книги. В первой книге хотя бы немного было то, чем занимаются эти ребята в школе. Во второй части немножечко показали. Но это вот так мало. Что, блин, они делают на втором курсе, кроме того, что их похитили в лес? Ничего, фактически. Конечно, героиня сосредотачивается на другом, но, тем не менее, автор возвращает её в школу, а школьного-то кайфа и нет. Ты такой, ну, блин, облом. Окей. Мироустройство. Я очень думала, что будет максимально прокачиваться мироустройство, когда нам дали такой клиффхенгер в конце первой части. А потом оказывается, что автор ничего этого не делает. И она по-прежнему нам ничего не раскрывает. А она, видимо, держит всё это на следующей части. Но хотя бы немного можно же давать уже в этой. Тайна о самых главных чуваках, чтобы вам тоже не спорить, если вы не читали первую часть ещё, я всё-таки первую часть рекомендую. Она так и осталась как бы непонятно какой-то хренью, которая вот повисает буквально над второй книгой. Тебе хочется то, а тебе автор не даёт, потому что она показывает тебе, не знаю, политику, которая так тебе выписана. Ну, ладно. Драконы какие-то тоже не очень, какие-то они все тоже размазаны, вся эта тема. Они не очень выделяющиеся по характеру, там нет интересных диалогов между ними. Есть некая тайна, связанная с тем, как строится магичество в этой всей системе мира. Но всё это вот прямо тяжело, вот прямо вот так вот. И вроде читается легко. Я действительно очень быстро это читала, когда я такая, ладно, сейчас я почитаю Ярос. Ну, ну, ты такой, ну, блин, 800 страниц хочется влепить двойку Ярос, прийти с претензией. Ты почему так испоганила героиню? Героиня, которая была, ну, она не очень мне нравилась в первой части, но она была нормальная. Нормальная в целом. Тупила, да? Ну, потому что автор так захотел. Ну, ну, она хотя бы не бесила настолько. А во второй части она просто тупая овца. Она тупая овца во всём. И самое ужасное, что меня бесило, я-то думала, что здесь будет традиционно вся тупизна в отношениях будет из-за чувака. Но каково же было мое удивление, когда тупой овцой в этой паре выступила она. И каково же было ещё большее удивление, когда самым адекватным вообще чуваком на всех этих 800 страницах выступил мужик. Вот этот самый мужик, который, по-моему, там практически всегда ведёт себя очень нормально. Он, в общем, максимально старается не реагировать истерично на вот эту тупую овцу, которая, к сожалению, казалось, с ним связана. И ты просто такой, блин, я тебе очень сочувствую. Ты молодец, ты держишься. Я бы давно сорвалась и стала бы жутким абьюзером, но ты держишься. А она, знаете, всё время такая, я тупая овца. Я говорю какую-то чушь и делаю какую-то чушь. Я вообще тупая овца. И ты такой, простите, может быть, это мета-мета что-нибудь? Может быть, это мета-мета задумка Ребекки Ярос выписать нормального мужика, просто сделала героиню ужасной и показать, что он нормальный, потому что он её терпит. Но потом я подумала, что это слишком сложная многоходовочка. Нет. Пропала, соответственно, вся химия. Вон там, где в первой части была моя любимая химия между героями, я ранее чего читаю весь этот грёбаный романтик, что в манге, что в англоязычной прозе. Здесь это было ужасно. Это было настолько из-за того, что тебе вообще похрен на то, что между ними происходит. Тебе просто тупо жали к Сейдену за то, что он оказался связан с ней. И ещё ужаснее то, что на фоне этого ужасно, ужасно, сколько раз повторю слово ужасно, проваливаются постельные сцены. Это плохо. Это не просто вы кринжуете от того, что вы не любите читать подобную литературу, и вам не очень интересно, кто до чего дотронулся и кто на что жамкнул, да, условно говоря. Но если ты любишь такое почитывать, в первой части, ну, нормально. Здесь я читала, и я просто умирала от однообразия. Они скучные. То, что они делают, повторяется из раза в раз. Когда ты читаешь, я только что это читал, вон там, всё происходит то же самое. Чего как-то вот фантазии не хватает. Или, может быть, добавить описаний каких-то. Может быть, вот, ну, вот чтобы сцена заиграла. Нет, вообще, всё просто тухлая рыба это такое. Окей, когда они уже сойдут с этого трона и, наконец-то, уже пойдут. Полный провал. И я расстроилась. Мало того, что, блин, ни потрохушек нормальных, ни романтики, ни драконов, ни мир не раскрывается. Я для чего эти 800 страниц читала? Ничего я не получила. Обидно. Вообще, прям, а! Но за что я поставила 2 балла? Во-первых, второстепенные герои, которые однокурсники героини. Вайлетт, я вспомнила, как её зовут. Их там девушка, парень и парень, по-моему. Короче, вот эти все ребята, которые там на фоне что-то делают. Те самые второстепенные герои, которые в подобных историях бывают интереснее, чем главные персонажи. Там какие-то шутечки. Хоть что-то эти люди делали на страницах этой книги. Второй мой балл это Ксейдену. Ксейден, мужик, уважуха. С вашего позволения я перебралась в кресло, потому что здесь хотя бы окно. Я могу немножко подышать, чтобы вы понимали. Завтра сентябрь. Или не завтра сентябрь. А у нас плюс 30. Я остановилась. На чём я остановилась? Я остановилась на том, что второй балл, короче, за Ксейдена. За Ксейдена, за то, что он мужик. Если я всё-таки возьмусь это читать дальше, я определённо возьмусь это читать, конечно же, ради него. Внешне он, к сожалению, вообще не в меня, но, наверное, как герой он очень нравится. Простите, мне нужен глоток кофе. Короче, два из пяти. Не рекомендую. А что я читала дальше? О, автор в топ. Господи, я её теперь безумно обожаю. Миюки Митсбачи. Я на перечите нормальном, полноценном. Они вот так вот в вагоне. Быстро-быстро листая в час ночи. Её манги «Бездомная кошка» и «Волк». И более того, эта манга идёт ко мне в бумаге. Сначала не очень хотела читать вот эту её большую мангу, потому что «Бездомная кошка» и «Волк» — это довольно небольшое произведение, которое очень-очень много лет уже пишется. В какой-то момент я поняла, что я не могу. Мне очень интересно всё-таки посмотреть, что она делала раньше. А почему я не очень хотела читать? Очень-очень много баскетбола, потому что главный герой любовный интерес и вообще главный мужчина всей этой истории идеальной парочки. Я забыла сказать название, наверное, да? Манги. Ну, на русском в итоге в любительском переводе перевели как идеальная парочка. Главный герой у нас — баскетболист. В школе он занимается этим в итоге довольно профессионально всю историю. И баскетбола не то чтобы прям очень много, но в то же время достаточно. А я как-то вот не мой вид спорта. Хотя после этой манги мне даже стало интересно. Замес. У нас есть главная героиня Ю Ким, которая является менеджером баскетбольного клуба в школе. Занимается тем, что всё-всё-всё-всё готовит для этих прекрасных мальчиков. Её любовный интерес в итоге как бы уходит из клуба, выпускается. И Нарус, он такой интересный персонаж. Он, в общем, к ней подкатывает и начинает её долбить. Довольно много томов он её долбит с тем, чтобы она наконец-то стала с ним встречаться. Она наконец-то приняла его как своего парня. То, что мне в итоге очень понравилось. Ну, то, что меня ужасно злило. Короче, автор сделал очень интересно. Я даже не знаю, как это рассказать, потому что это было здорово. Такие эмоции прекрасные. Я сейчас как вспомню. Я очень хочу её в бумаге. Более того, 10 томов есть на логобуке, но стоят они как крыло самолёта. И я просто не могу себе это позволить сейчас. Я страдаю от того, что потом они исчезнут с логобука, а сейчас они есть у поставщика. Это моя большая боль и страдание. Я не могу, к сожалению, пока отдать пол зарплаты на это. Но я очень-очень хочу этого в бумаге. В итоге, хотя когда я начинала читать, я думала о том, что нет, я в бумаге от импорт не буду. Особенно, когда мне хотелось просто вытянуть планшет в окно, потому что то, как маринует автор на 23 тома наших героев, это было настолько канонно. Это было максимально по жанру. и я вспомнила такая… «А-а-а, безякчий жанр! Почему я тебя читаю и так тебя люблю?» В общем, это было прекрасно, да. Но когда я закончила, я подумала, о, это было очень-очень хорошо, я очень-очень хочу это в бумаге. И мне очень понравилось, что в итоге со мной сделала автор, и как она всё это прописала. Что замечательного? Во-первых, это та самая Сёдзия, где великолепнейше прописана вся романтика касаемо каких-то сцен, каких-то чувствительных моментов. Там есть еще экстра, особенно когда они идут в университет. Я такая, как интересно. В общем, это было очень классно. Короче, пресловутая химия между героями была очень крутая. И несмотря на то, что много комментариев было о том, насколько они здоровые отношения, какой же Нарус невозможный, какая Юки невозможная, я подумала, что в этом вся соль истории. Вся соль истории, что на самом деле оба чувака довольно странные. Вот они из тех, кто он оглянулся, не посмотрела ли она, не оглянулась ли она, она оглянулась, не посмотрела ли он. И вот так все 20 томов. Но в итоге мне очень понравилось, как автор через вот эти их личности, они простые, провела историю роста их отношений. И то есть если мы знаем, что Юки вся такая заряженная, она старшая сестра, тройня, двойня, это все ее братья и сестры, она самая старшая. Там есть определенный бэкграунд у нее, связанный с этим. И то есть то, какой она менеджер, то почему она так долго, нудная, вот с Нарус вообще, почему она такая, это обосновано. Она человек ответственности, она человек толка, вообще не до романтических чувств, вот этого всего. Но в итоге, в итоге вот как бы у нас к финалу-то мы идем. Там есть определенная игра, конечно же, с вот этими японскими фишками всеми. Девушки, которая не прямая, а типичная для Сёзи. Это вот прям читалось, я читала это действительно как канонную Сёзи. Он странный чел, он тоже странный. Он наоборот максимально прямой, он такой нагловатый. Еще из-за того, что мне этот момент понравился, для меня, когда читала комментарии многочисленные, меня удивило, что это как будто бы никто не отметил, что парень на самом деле ему дает все легко. Он очень классно учится, потому что, ну вот, есть такие люди, которым нужно сидеть и жопу отиживать. И он, ну в общем, такой вот, он идет по жизни, ему очень круто. И он, в общем-то, что-то хочет, что-то делает. Наверное, очень действительно свободен по сравнению с ней. Когда они соединяются вместе, происходит интересное, всякое интересное. Очень понравилось, как в итоге показала автор, то, как они влияют друг на друга. То, как они раскрываются вот с этими своими характерными чертами в этих отношениях. Отдельная любовь – это второстепенный персонаж. Меня даже здесь почти не висил соперник. Я очень не люблю эту тему в Сёзи, когда у нас есть соперник. И с ним в мангаке нужно обязательно провести героя через мясорубку, фарш. Что у нас есть соперник, у нас есть соперница, давайте. Там будет еще один такой моментик, тоже ближе к 20-му тому, условно говоря. Но вот как бы самый главный соперник, он меня не бесил, потому что автор довольно четко выписывала всю историю, кроме одного там момента. Но я закрыла на это глаза, потому что мне под конец уже так нравилось все. Я так была влюблена в чувака, что мне было вообще пофиг на все остальное, на все недостатки. Но мне понравилось, что ты видишь главную пару, и у тебя соперник, он не просто... Оба-на! Героиня мечется, она не знает кого. Нет, она знает, она четко выбрала. И все. А он, ну просто как бы это отдельная история вот этого мальчика, которому не повезло, можно сказать. Это было удивительно. Но автору очень классно удалось выписать второстепенный персонаж. И вот весь тот задний фон. Это сначала ребята, которые приходят в клуб школьный, баскетболисты. Они там все очень разные, очень забавные, очень смешные, очаровательные, серьезные. Очень классная компания связывается из-за того, что сегодня бытовая манга. Здесь есть, конечно, вот эти выезды на учебную тренировку, выезды еще куда-то. Всякие там празднования Рождества, Нового года и вот этого всего, быта много. Вот эти парни, которые на фоне, когда они выпускаются, ты тоже такой, блин, чуваки, мне так вас так жалко, что вы уходите. А потом они, допустим, снова встречаются, потому что это все один город. И все так или иначе поступают, многие в один университет. Они там снова встречаются в баскетбольном клубе, потому что они всем этим увлекаются. Естественно, они пришли в баскетбольный клуб универа, там добавляются еще одни герои. И, кстати, мне очень понравилось, что автору удалось ввести как бы еще одну пару в качестве второстепенных героев и провести ее красиво. Они не проигрывали главной паре, но при этом главная пара не была хуже, чем они. И этот баланс тоже был хорош. Да, и потом появляются там еще одни чуваки. Короче, баскетбол меня захватил неожиданно. Соседка, которая появляется у Юки, когда она поступает в университет, и это огромный плюс этой манги, то, что у нас есть не просто школьная история, у нас есть университет. И у нас есть более того прям финал-финал, то есть мы видим вообще, чем все закончилось. Мы видим условно сколько лет спустя, и это прям погрело душу. То есть это прям хороший, четкий, завершенный финал, где есть сюжет, который вот как раз про развитие того, как вот эти вот двое чуваков познакомились в школе, и внезапно оказалось, что вот на всю жизнь. Это было замечательно. Моя любовь — это рисовка. Она охренительно классная. У меня есть вот это сочетание рисовки старой. Что-то привносит автор в рисовку такого ностальгического. Но при этом она более точная, более современная, естественная. Просто настоящее наслаждение для глаз. В результате я получила большое удовольствие, как фанат Сёдзи. Я получила и канонную Сёдзю, я получила в то же время хороший, полноценный сюжет в отношениях. Там не было вот этого излишнего наворачивания. Почти не было. Не было, будем говорить, что не было. И герой замечательный, боже. Я, в общем, в любви большой, и этого совершенно не ожидала. Потому что я такая, баскетбол, серьезно, серьезно. А оказалось так классно. Короче, если вы ищете какую-нибудь Сёдзю, которая захватит вас надолго, потому что 23 тома, и вы готовы не спать до двух ночи, потому что я реально не спала до двух ночи. Я просто читала, читала, читала. Потом такая, а, блин, у меня же там Робека Яростна, надо же почитать. Я же должна ее прочитать за отпуск. Потом такая, бля, Робека Яростна, как бы за что? А можно мне вернуться вон там, вон туда, к этим ребятам? Читайте обязательно. Господи, издайте ее, пожалуйста, на русский. Можно с экстра. Нет денег на английское издание. Это было очень-очень здорово. Видите, я прям в любви. Все, потом я читала книгу для книжного клуба. Саранович. Книга называется «Кроме шуток». Это «Корпус». И я очень люблю, на самом деле, истории корпуса. Чаще всего они нравятся. Либо это какое-то хорошее, стабильное три, либо это вообще четыре-пять. Я уважаю, ценю, люблю корпус. И вот как бы выбрали книгу на интересную тему, на тему глухих детей. Я начала читать это в полете. Я прочитала, в общем-то, все за весь перелет Екатеринбург-Калининград. Как бы вот за что я все-таки дала три. Она очень легко читается. Это не тяжелая история, как оказалось, потому что до этого в клубе был латиноамериканский сезон. Он был довольно тяжеловесный с точки зрения книг, потому что там был каждый раз. Вот сейчас я что-то такое почитаю. Оно мне не очень понравится, но это будет раскрытие горизонтов. А здесь я чувствовала, что я попала в зону комфорта. Такая хорошая, добротная американская проза. Хорошую, серьезную тему. Но при этом это не будет что-то прям вау, как мне кажется. Я просто так, знаете, вот так... И все, я приземлилась в прочитанной книжке и подумала, вау, как классно. Я дочитала раньше, но того, как мы начали садиться, еще 20 минут такая... Че, все? Че, все? Ну ладно. Сюжет у нас из Чарли. По-моему, ее зовут Чарли. Но я уже не помню. И мне, честно, уже все равно. Она глухая. У нее слышащие родители. И всю свою жизнь она провела в школе для обычных детей. Ей в детстве сделали операцию и поставили вот этот имплант. Никогда это не выговорю в жизни. Почитайте описание этой книги. Вы узнаете, как это называется. Ну, в общем, которая ей там что-то делает с чем-то, что-то там делает. И в результате она как бы типа может слышать. Ну, на самом деле, естественно, не может. И вот в связи с разводом родителей было решено, что опекунство забирает отец. И он принимает сразу решение привозить Чарли в школу для глухих. И она начинает учить жестовой язык. Учитывая, что она вообще на нем не говорила. У нас есть вторая линия. Это от взрослого человека. Директриса. Забыла, как ее зовут. У нас есть директриса, которая сталкивается с некой тоже проблемой, связанной со школой. Которую она будет как бы что-то с этим делать. Тут уже вам бы не споднить. Есть немного замес как бы остросоциальный, связанный типа с протестами молодежи. Это такая отсылочка к 80-м, к анархистам. Но это нынешнее время, когда вот эта вот вся молодежь тоже уже хочет за себя заявить и как-то решить. Но я так понимаю, это ответ на все то, что происходит в Америке, на все проблемы в социуме. И как бы молодежь тоже начала на это реагировать. И вот это в книге показано. У нас есть большая-большая тема, естественно, глухих детей и того, с чем они сталкиваются. Мне это понравилось. Это было неплохо. Мне понравилось, что вызывает в тебе такие некие эмоции. Это то, когда у нас есть глухой мальчик, который считается звездой в этой школе. Потому что он из глухой семьи в каком-то там 30-м поколении. Что это такая элита среди глухих детей. В местном сообществе глухих. Здесь очень много говорится о сообществе именно глухих. Я, конечно, все это читала и думала, блин, ребята, вы странные. Но окей, не берусь судить. В основном, конечно же, у нас это Чарли, которая сталкивается с огромной проблемой попадания в иную языковую среду. И она толком не понимает, что говорят другие дети. Она погружается в этот язык, конечно же. Но ей тяжело. Она, по сути, учит язык с нуля. И она сталкивается со всеми возможными трудностями, как если бы вы приехали в другую страну. Вам нужно там жить, вам нужно там существовать, вам нужно там учиться, общаться со сверстниками. А вы не знаете язык, вы только начали его учить. И это плюс книги в том, что показывает жестовой язык именно как лингвистический феномен. Что это язык, у которого есть свои правила, своя грамматика. В этом отношении книга тоже раскрывает всю эту тему. Не скажу, что она стала для меня новой, потому что в моем багаже уже есть манга «Любовь с кончиков пальцев». И там это тоже очень хорошо раскрыто. И как бы вот, ну, взрослая линия есть. Там отношеньки директрисы, которые... Ой, все, дальше я сейчас буду книгу ругать. Я поставила ее по итогу 35. Потому что это легко читалось, это не самая банальная тема. Это добавило мне, возможно, чего-то к тому, что у меня есть от манги «Любовь с кончиков пальцев», где у нас главная героиня тоже глухая. И тоже есть жестовой язык. Самое ужасное это то, что чем дальше я от этой книги и по времени, тем больше она меня раздражает. Мне в итоге как бы изначально была эта претензия, а сейчас она меня еще больше раздражает, то, что эта книга по сути, по тому, как она построена, по тому, как ведется рассказ, по тексту, по стилю. Это, по сути, калька с Джуди, 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 я не помню, Пикклд. И я не поняла этого прикола. Зачем делать так похоже? Это по структуре похоже. Это же то, что делает Пикклд. Ребенок взрослый, две линии, социальная, остро-социальная проблема, какой-нибудь конфликт социальный. И вот как бы столкновение на фоне какой-то проблемы мира взрослых, мира детей, что дети ощущают, что взрослые ощущают. Это вот прямо ее подход. И делает настолько похоже мне, ну, я не заценила автора с этой точки зрения. Она еще и написана в стиле как Пикклд, то есть как бы простым, понятным языком. Почитайте лучше Пикклд. Что мне не понравилось, это еще и повестка. Это очень повесточная книга, и это сделано очень топорно. Поэтому я такая, блин, это касаемо не только каких-то актуальных тем для американской прозы нынешней, хотя меня там это все очень раздражало. Это еще и даже с точки зрения того, что делают подростки, что не протест затеяли определенный, и Чарль попадает в эту как бы компанию. Это тоже так вот сделано, типа, знаете, о, ну нужно поговорить о важном. Ну, мне прям очень нужно поговорить о важном, поэтому я вот сейчас прям скажу. Это такое, ну, окей. То есть какой-то внутренней драмы не хватило. Не хватило. Вся линия взрослой это вообще полная лажа. Вот полная лажа. Там Керене тупит. Не прописано, почему она тупит. С чего вдруг она так себя ведет. Что там произошло в итоге в этих отношениях, что вот все так происходит. Тема расизма, актуальная для Америки, выписана настолько топорно, что прямо... Ну, короче, нет, нет. Три из пяти на тот момент. Я бы сейчас поставила даже два из пяти. И... В общем, нет. Короче, фигня. Да, есть какие-то плюсы в этой книге. Наверное, если действительно вообще ничего не читал про глухих, это будет, возможно, интересно. Но мне кажется, такая тема, она действительно очень интересная. И я как бы прочитала ее в легком жанре, назовем это так, да. Но даже там есть тонкая душевность сложной темы в отношениях между героями, не только как в паре, но и со всеми остальными второстепенными. А здесь это сложная тема, и вот этой вот тонкой душевности нет. И драмы нет. И ты такой, ну, типа, просто ок, ок, книжка. Там она еще и дидактическая ужасно, методически дидактическая, потому что там прямо вот эти вот все жесты прописаны, задания даны для читателя, там, скажите, покажите, поговорите. Меня это очень сильно забивало, не давало погрузиться в роман. И просто... Все. Оценку поменять я не могу, потому что я не меняю оценки после. А дальше у меня была манга. А, там и Яцуки, жестокий хэппи-энд. И я, значит, прочитала Сёдзю, пошла читать Трэшанину. Читаю Трэшанину, иду читаю Сёдзю. Все в моем стиле. Я теперь очень хочу почитать у этого автора что-нибудь еще. А причем это, по-моему, даже два автора. Здесь почему-то вот не указано, но вообще есть иллюстратор. Тоже симбиоз автора истории и иллюстратора. Это любимое японское трэшовое про страдания бедного чувака, которому нужно помочь сестре. Он добывает деньги. И он, оказывается, связан с неким мистическим вот это подворотом. Это манга про временную петлю. Есть выход из этой временной петли. И есть жесткие рамки, жесткие границы того, почему герою нужно из этой петли постоянно выходить и двигать время вперед. То, почему он решает это сделать. В какой-то момент ты просто видишь, что герой уже изначально отъехавший в связи с жизненными обстоятельствами. А дальше, как только проливается первая кровь, и как только он переступает вот эту границу человеческого отношения к другому человеку, он отъезжает со скоростью... Это хоррор. Это хоррор. Он не такой, знаете, прям страшно криповый, как это было с крепостью апокалипсиса. Потому что там были прям вот эти вот зомбаки. Но здесь хоррор именно кровь кишки расповсюдила. Но эти кровь кишки расповсюдила, очень сильно нагнетаются психологическим тяжелым состоянием героя. И как бы вот и вся история. Она небольшая, ему нужно выйти из этой временной петли. Так получается, что много героев в итоге в это затягиваются. И, наверное, мне очень еще понравился второстепенный персонаж. Здесь есть полицейский, который составляет идеальную пару для нашего главного героя. Потому что полицейский тоже отъехавший. При этом этот полицейский и парочка полицейский, там, дамочка, напомнили мне парочку полицейский и помощница из получеловека. Вот, получеловека. Но здесь полицейский просто огонь. Он очень харизматичный, очень отъехавший. И очень классно прописана его линия. И, как бы, ну, тут сюжет вам особо не расскажешь. Единственный минус, к чему я могу придраться. Я могу придраться к тому, что в финале, когда вот это все превращается, знаете, тоже такой фаж из того, в какой ситуации оказались герои. И то, как нашли, в чем вся тайна, да, всего происходящего, показалось немного скомканным. С другой стороны, здесь очень классный финал. И он прямо мое почтение. Вот он действительно страшный. Даже не в том мерзко или еще что-то, но ты просто такой, что простите. Это было прям хорошо, хорошо, замечательно. И рисовка, конечно, очень-очень крутая. Она такая одновременно неизящная, но в то же время со стилем. И это было большое удовольствие. У меня что-то перегрелась камера, и поэтому упала ИСО. Кто знает. Дальше я читала книгу. Не поверите, я читала книгу бумажную. Но я ничего про нее говорить не буду, потому что есть читательский дневник на Мэри Лоусон в Воронье озеро. Это был предыдущий выпуск. Замечательная небольшая история в компанию Кэн Пэтчет. Я не соглашусь, что это похоже на Энтайлер и не Лили Кинг, потому что у Лили Кинг, опять же, нет все-таки вот этого защемоления. Мне не хватает у нее. Энтайлер, она немного подругое. Это такой добрый Франзен. Но вот Мэри Лоусон, это именно как Энт Пэтчет. Я ничего больше даже рассказывать не буду. Чудесная канадская книжка. Если вам очень хочется канадскую литературу, обязательно читайте. Смотрите мой читательский дневник. Вы поймете, надо вам оно или нет, хотя бы по первым минутам, по первой части рассказа. Дальше я закончила Княжулю и пошла дальше, естественно, читать снова Мангу. Но так как у меня была Тарашанина перед этим, я нашла Сёдию. Сёдию я нашла благодаря телеге. Я подсматриваю просто эту телегу и подсматриваю там Мангу для себя. В этой телеге активно читается и, по-моему, научная фантастика, и фэнтези, и читается Мангва. Но меня интересует конкретно блог Манги, и это телеграм-канал Культ к прочтению. Там была прочитана соль с перцем и карамельный пудинг, кажется, так она называется, Юфуко Судзуки. Соль с перцем и карамельный пудинг. Да, это такая хорошая, здоровая Сёдия. Интересно, у меня скачет и СО в этом выпуске. Ну, что поделать. Вот если вы тот человек, который очень хочет почитать Сёдию, но не очень хочет читать прошкольников, Вот, пожалуйста, это для вас. Это очень было романтично, очень мило, очень очаровательно, очень забавно, интересно. Я соглашусь, что пересластила автор в конце. Вот прям, конечно, поддала карамельного пудинга. Но до этого было прям всё зашибись. И я в итоге, по-моему, поставила хорошую оценку до 5 из 5. Небольшая манга, она на самом деле тоже буквально там маленькое количество томов. Это было даже грустно для меня. Я всё-таки люблю Сёдию в большом объёме. И история у нас о Хархе. Она работает машинистом. Очень необычная профессия для девушки. И так получилось, что как бы, ну, ей нужно выскочить замуж. Тогда отец, типа, успокоится, что она живёт в Токио. По пьяни выходит замуж за мужика какого-то из бара. В жизни всякое бывает. И оказывается, что она прям сильно её старше. Лет на 20. Показана очень нестандартная ситуация, в которой можно было написать максимально нездоровую историю. Про то, как все токсичат друг друга. Про то, какие они все странненькие. Но здесь всё очень хорошо. У нас герои разговаривают друг с другом. У нас герои абсолютно на равных позициях. Когда они начинают отношения, они очень как-то вот прям чётенько идут в этой позиции до конца. Прямо молодцы. А не образец. В общем, если, да, надоело, надоело вот это вот всё, а хочется здорового, взрослого, психологически крепкого, то очень советую. Не скажу, что вот действительно, знаете, сердце моё невероятно загорелось. Наверное, такого нет. Всё-таки история идеальной парочки меня больше зацепила. Там как бы вот, ох. А здесь всё было настолько хорошо, что, ну, типа, хорошо. Но я получила своё удовольствие. Прямо меня всё успокоило. И пять из пяти. Потом две книжули. Так, что я читала? Я прочитала две книжули Ени Егерфельд. Камеди Квинн Королева Стендапа и Моя Ослепительная жизнь. Начала я выходные вот с этой книжки. Параллельно я читала «Токийский гуль», но я сейчас расскажу про Ени Егерфельд. И я в судим «Токийского гуля» продолжение, которое часть «Ре». Значит, «Моя Ослепительная жизнь». Мне очень-очень жаль, что у нас нет продолжения. Ну, либо мне нужно погуглить. Если есть продолжение, напишите мне, пожалуйста. Денадцатилетний мальчик, я забыла, как его зовут, потому что здесь первое лицо. Ну, блин, сиди. Который со своей матерью, со своими двумя младшими сёстрами переезжает к бабушке. Ну, так получилось, что финансово они не очень стабильны, и они переезжают к матери Сиги. Бабушка максимально странная, ну, в смысле, эксцентричная. Она реально эксцентричная бабка. У неё эксцентричный отель, который она закрывает, когда туда переезжает как бы семья её дочери, для того, чтобы все жили как дома, а не как в отеле. И у Сиги есть проблемы. Он косит на один глаз. С этим были связаны в том числе издевательства в его предыдущей школе. Оперезжают они в какую-то провинцию. У него были проблемы с дружбой в предыдущей школе. И он ещё такой, знаете, очень талантливый мальчик, но вот такой небанальный. Он любит фигурное катание, изобретать что-нибудь, обожает свою собаку. И вот у него как бы ещё физический недостаток, который влияет, конечно, на то, как он хочет себя ощущать, как он в итоге себя ощущает. Вся книга — это набор сцен разных эпизодов из жизни. Да, они в целом по временной линии как бы ведут к концу. Это к поступлению Сиги в новую школу. И мы, когда заканчиваем, по крайней мере, эту часть, не помню, там, диалоги или трилогии, мы видим, что вот Сиги пришёл в школу, всё. Естественно, здесь хэппи-энд. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать, потому что мы читаем классную, добрую кандинавскую книжулю про то, как мальчик совсем справился, и какие у него были забавности. И это очень-очень-очень смешная книжка. Она настолько очаровательно смешная, что когда ты начинаешь читать с первых страниц, сразу же ты просто сидишь вот с улыбкой до ушей. Это настолько приятно. Такое великолепное чувство юмора у Янии Егерфель. Здесь очень разные истории, наполненное вот это вот лето нашего Сиги. То, как он заводит подругу, одну из девчонок, как у него там сбегает черепаха, как он с бабушкой едет на гонки, как они ходят в магазин, как его мать ищет работу, как ему младшая-младшая сестра учится говорить, ставя... А в отеле стоят старые музыкальные автоматы, и самая маленькая у них в семье ставит Элвиса Пресли. Постоялец бабки Сиги, которая тоже здесь активно участвует во всем этом. В общем, это просто... Это настоящая добрая книжка. Если скандинавы могут написать добрую книжку, то это вот оно. Нигде не провисает. Она удивительно, действительно смешная. Она очень прекрасна для взрослого в том числе это читать. Несмотря на то, что ты читаешь детскую книгу, хоть и не прям детскую-детскую для пятилетних, но вот прям детскую все-таки книгу про вот этих вот 11-летних классных детей скандинавских, но атмосфера дома, потому что здесь это как бы и про Сиги, и не про него, а именно про то, что его окружает, и как он потихоньку тоже эволюционирует, находит определенную силу во всем этом. Но при этом, знаете, это не на экспорт, не на милоту-милоту, очередной Каменевый город Бакмана, конечно же. Нет, это вот просто про то, что скандинавы умеют быть такими на самом деле. И просто, просто вообще, это настоящее добро, сконцентрированное в книге. А потом я прочитала вот эту книжу, Леву Ягерфельд, и мне не понравилось. Я при этом поставила три из пяти. Это не совсем плохо, но было два серьезных момента, которые меня настолько не зацепили, что я поняла, история не моя, и она, к сожалению, такого не станет. У нас девочка Саша, у которой умерла мама, мы все помним историю Катарин Керри. Саша с отцом живет в этой новой ситуации и пытается пережить травму. Это тоже еще одна скандинавская книга про то, как ребенок пытается пережить травму, смерть родителя. Довольно актуальная тема, и, как видите, в скандинавском Янка Далти она не такая редкость. При этом это выписано, как бы дети переживают, дети с этим сталкиваются. Есть проблема, ребенок ее решает. И это очень по-скандинавски. Но мы все помним, что у них особые отношения со смертью. Как раз про то, как на самом деле довольно быстро и как хорошо они справляются с вот этим стрессом, эти дети. Потому что, конечно же, им тяжело, но, конечно же, они учатся и они находят на что опереться. Моя проблема. Королева стендапа. Давно знаю про себя, что мне не нравится стендап. И он мне не нравится настолько, что это вообще не мое. Я вроде как человек с чувством юмора, у меня неплохо с ним. Но стендап каждый раз это вот лицо лица. Я не очень, наверное, люблю, когда шутят вымученно, на заказ, подготовительно. Мне больше нравятся шутки в рамках просто обыкновенной жизни. А вот так вот выйти и шутить, 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 ну, мне это неинтересно. Для меня это никогда не искренне. Я мимо вообще этой культуры, я ее не понимаю. Здесь эта центральная тема, конечно же, оно вот не могло зайти не так сильно. Одновременно мне все это показалось не смешно. Может быть, потому что это стендап. Потому что моя слепительная жизнь была очень смешной книжкой. Она просто... Вот там жизнь, потому что жизнь, смешная штука. А здесь вот это вот Саша мутит тут шутки, но они не смешные. Ну, типа, камон. Ладно. И второе, что мне не очень зашло, это голос. Это чувствовалось в моей слепительной жизни тоже. Ну, в целом, как бы окна. Один раз прочитать. Почему бы и нет? Тем более, скандинавского янкодалта это не так уж много. Его издают, чтобы пренебрегать вообще любой книгой на эту тему в этом жанре. Может быть, людям, которые увлекаются стендапом, им зайдет лучше. Дальше я дочитывала, это был большой план на август, и я читала тракийского Гуля. Ре. Я взяла, ну, как бы, как я решила, да, что я буду показывать. Что ж так плохо-то у меня с ориентацией сегодня книжек. Восемь томов. Не томов, восемь книг в каждой книге по два тома. Итого у нас восемь на два великая математика на шестнадцать томов. Я показываю первую, вторую, но, конечно, очень сильно хочется показать любимые обложки. Но я держусь. Тем более, уже бустером так я сейчас снимаю. Это понедельник, а бустер получит книжные выходные в четверг. Ну, в общем, я бустером уже там напоказывала. Конечно же, я не смогла сдержаться. Поэтому, как бы, окей, я показываю первую и восьмую. То есть, вот я с первой по восьмую книгу прочитала. Это было охуительно круто. Вау! Это было со всех сторон хорошо. И я прямо это в самое сердце навсегда. Что у нас происходит во второй части? Если вы вообще не помните ничего про первую или ничего не знаете, или вы не смотрели мои предыдущие прочитанные, сходите, пожалуйста, в предыдущие прочитанные. Посмотрите, я там говорю про первую часть. Наш главный герой Кэн Канеки становится голубем. То есть, он переходит как бы с темной стороны, с гулевской стороны на сторону полицейских. Мы видим новых полицейских, потому что, ну, там текучка кадров, они мрут, как мухи, естественно, учитывая, с чем они борются. А у нас Кэн Канеки делает даже некую карьеру. Можно бесконечно говорить о том, как автор кропотливо погружает тебя в бытовуху в этих героев. Ты сначала начинаешь читать, ты такой, я ничего не понимаю, кто эти чуваки, почему все тут так, зачем, но я просто читаю. И вот когда ты такой, я просто читаю, потом ты такой, а, но я люблю у этих героев, они такие интересные, у них у каждого сложная история. Здесь это та самая трава, где вот это вот японское наполнить все философией, драмой, вот эта вот боль, 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 и еще раз боль. Вот все оно. Одновременно герои движутся по сюжету. У нас есть гигантская центральная линия, и, конечно же, вторая часть истории, то есть вот эти вот восемь книг, они про то, что мы идем к финалу, и там вообще-то автор будет все заканчивать. Появляются старые герои, и это тот момент, который очень важен, как мне кажется, при прочтении. Если вы читали первую часть, не нужно затягивать со второй, потому что героев нужно помнить, героев нужно помнить всех, и это очень важно для сюжета. Это не так сложно. Вот мое отдельное восхищение, это то, что, несмотря на огромное количество героев с точки зрения обоих сторон, еще и с точки зрения того, что в полицейских появляются еще новые герои, ты всех помнишь, ты всех различаешь, и я и в прошлый раз говорила, что это плюс, и в этот раз говорю, что это мастерство автора. Ну, у меня вообще не было с этим проблем, и это было круто, здорово сделано. Короче, это большая центральная линия, большой центральный бабах, который будет в конце, будет большая драма у героя, и мое отдельное, да, моя отдельная большая любовь, это то, что автор доводит героя до логического конца. То есть у нас есть прямо четкие витки. Вторая часть, ты как бы пытаешься вернуть в себя человека, потому что там ты слишком увлекся, ты соединяешь получается вообще всего себя, ты собираешь себя вот по этим кускам, и в итоге, какой у нас герой в конце, мне очень понравилось, что он получился сложным. В нем все еще осталось то, что мы видели вообще в самых первых томах, в самом начале истории, но в то же время он очень сильно изменился, вот эта филигранная работа по герою великолепная. И это было очень эмоционально, так как здесь очень много рефлексии, манга построена на вот этом глубоком погружении в проблему у главного героя, ты тоже очень все перевариваешь, и когда у нас появляется, как японцы любят, важно борись, надо жить, но все это очень так, все цель управлял, ах, ах, как больно, да, и короче, я рыдала, как тварина в конце, это было невозможно, я, я выплакала все глаза, это было роскошно, поэтому, если вы не знали читать или не читать, конечно же, читать, но рисовка, я молчу, рисовка в чем-то чуть-чуть поменялась, она менялась не постепенно, первая часть вот такая рисовка, а вторая часть наследие первой, но автор как будто бы специально, не специально, не знаю, больше штриховки, больше штриховки даже в лицах, она где-то становится чуть более небрежной, вот такой на грани, но все еще остается и одновременно и четкость, и из этого вторая часть, она воспринимается одновременно как вторая часть, как ре, в общем, восторг, восторг, когда-нибудь я это перечитаю, Каждая копеечка, потраченная на все, сколько их, 7 плюс 8, 15 книг, отбита до последней доли копеечки Потом у меня был большой, большой, не такой большой, не такой большой, но перечит для скандинавского книжного клуба Потому что я перечитала Юхани Карила, Охота на маленькую щуку Я, наверное, ничего особого не буду говорить, читала год назад И еще мне не очень сильно хочется говорить, потому что Джуда еще не посмотрели дневник Или они посмотрят выходные А, нет, они, наверное, уже посмотрели Потому что я для Джудов снимаю отдельно кружочки, потом все склеиваю, выкладываю им И я вот перечит полностью как бы для них засняла В очередной раз доказала, что я человек перечита Потому что даже спустя всего лишь год Даже спустя, знаете, ну, не такой прям истории, которая вот-вот О, вот это вот сейчас вас вывернет наизнанку И это самый большой роман в вашей жизни Нет, но я ее открыла заново, можно сказать, для себя Я внезапно увидела в ней то, с каким мастерством Карила проделал работу микса над жанрами Насколько хоррорная эта книга на самом деле И какая же крепота там происходит Поэтому, пожалуйста, если вы ищете что-то на жуткий марафон Несмотря на всю жару, которая здесь есть Можете смело брать И ты когда читаешь здесь описание некоторых сцен, некоторых существ Ты просто такой Кто-то пересмотрел Гильермо Дель Торо, Лабиринт Фавна Это было очень здорово Это по-прежнему очень смешно Это по-прежнему братство кольца Которое идет за щукой Лучше на водяного Это по-прежнему лучший водяной Он такой киберпанковский И при этом такой фольклорный У него такой конец классный Очень здорово именно на книжный клуб Потому что когда я дочитала, я такая Так, у меня вопросики И я пошла строчить эти вопросики В бланке вопросов для встречи книжного клуба В общем, все еще из лучшего в финской литературе И закончила я август Мы почти закончили Мы почти закончили Я уже мертва, если честно Я закончила мангой Которая мне не очень понравилась, к сожалению Кейко Ивасита Мой сосед Мацунага-сан Это Сётия, естественно Это было немного разочарование Главная героиня Мико-чан Переезжает из... Откуда-то там, откуда-то В Токио, в общежитие к дяде Дядя у нее, рантье Где-то там постоянно по командировкам И это история про общежитие Вот наши Мико-чан Въезжает туда как... Сейчас их сколько? Девушка-красоточка Типа с трагичной судьбой На которой плохо выписано Классная Дивуля У которой будет классный брак Это вообще огонь Женщина Классный парень мечты Традиционно Все как надо По всем галочкам прошедшей У фанаток Сёти Наш главный герой Мацунага-сан Так получается, что изначально первое впечатление Соседа на нее не очень Он вообще такой странный чувак Господи, я читаю Сёти Только про странных чуваков Ну, либо японцы пишут Сёти только про странных чуваков Ну, как бы туда-сюда И, в общем, связываются отношения Которые куда-то должны двигаться Прийти к какому-то финалу Это было неплохо Мне кажется, эту мангу стоит прочитать Именно ради быдомухи как раз Потому что здесь нет школьников Мы вообще не видим практически школу Мика Чан Она где-то там есть Ну, совсем чуть-чуть Капелюшечку буквально Потому что у нас вокруг взрослые ребята В общежитии Студенты Уже работающие Сам Мацунага-сан Простите, ему Тридсон Больше молодежная такая манга Несмотря на то, что у нас главная героиня Школьница Очень классная тема общежития Действительно Вот эти их тусовки То, как они пишут расписание на доске Когда они там благодарят друг друга за что-то Когда они пишут свое расписание Зная, что им нужно состыковаться Что-то отпраздновать Как они там устраивают вечеринку На крыше Как они в итоге провожают Одну из девуль Замуж И помогают ей переехать Делают ей свадьбу Потому что они друзья Как потом появляются новые люди Но вот они не раскрыты И мне очень жаль Что манга как бы небольшая И автор, конечно, вот в то раскрытие Вообще не стала углубляться Самое главное, из-за чего стоит это читать Это кошка В этом общежитии есть кошка Которую зовут Сабакусан Которая, ну, по рисовке Потом, как она нарисована Это перс Это перс Это еще и экстремал Которая вот прям совсем персидская И она такая Просто не могу Господи, я веду себя максимально тупо Но когда я вижу эту кошечку Я схожу с ума Она такая прелесть И одна из центральных линий сюжета Потому что все экстра Даны как раз от лица Сабакусан Это отношение кошки И одного из постояльцев общежития Рюкуна Студента медицинского факультета Конечно же, здесь есть тема соперника Ну, что? Это же Сюотия, блин Он обожает эту кошку Он из всех вот этих вот ребят Больше всего, конечно, о ней заботится А самое главное Она его обожает Это вот та кошка Которая обожает своего мужчину Своего хозяина Она проводит с ним время Она там у него на коленях Она очень интересно относится К другим героям Это тоже раскрытое Короче, это любовь И нарисована она просто Я не могу Я просто скучаю по своему коту Хорошо Но Сабакусан Лучшая Однозначно лучшая линия отношений В этой манге Разочарование Мне не очень понравился Главный мужик Он странный Автор пыталась передать Максимально энергичного чувака То, как автор изобразила Мацунагу Сану Как это вообще все склоняется Каждый к тому, что гораздо Но это было очень странно Он странный чел Не понимаю его И он вроде ответственный Как бы добр И уже, ну, тридцон Но мне он вообще был Как бы не очень Он и в рисовке такой Не такой Там вообще рисовка Такая средненькая Какой-то изюминки не хватает И поэтому это было так бы Типа ок И отношения какие-то Они вот Ну, вначале что-то начиналось Но вообще нет романтики У нас сёдя, ё-моё Ты написала сёдю Где, блин, романтика Где все сцены по канону Вообще нет И ты такой Ок Бытовуха про общежитие Тогда зачем романтика Непонятно А еще Ужасно слитый финал Он типа такой Хоп И все И ты такой А как же А как же Я вспоминаю 23 тома Идеальной парочки Думаю Вот это вот умение Довести историю До финала И поставить Прям вот эту вот Красивую точечку И ты такой Весь просто А-а-а Булькаешь сердечками сидишь А это что, блин Такое Три из пяти То есть Это не настолько ужасно Ну Вопросики есть Саба Куса Ну простите Это кошка Это кошка Её стоит читать Конечно же А так Не в топ Всё точно В общем Пока я вещала Детишки замолчали Воздуха стало больше Свежего Ночного В общем Всё Как я снижалась Пишите Всё, что думаете О моём прочитанном О перечитах О романе Кроме шуток Читали вы, не читали Как он вам А что вы думаете По поводу Железного пламени И рыбаки Хотя мне кажется Тут многие сойдутся С тем, что Ну часть Мягко говоря Не удалась Но будете ли вы читать дальше Или вы Вот выбесились настолько Что дальше не очень хотите Ну как всегда У меня здесь куча манги Кто читает мангу Тоже Я очень жду Ваши комментарии Поговорить Конечно же Об этом всегда приятно Идём в Сентябрь Осенний месяц У меня будет В сентябре В сентябре Очень много Жуткого марафона И морских романов Поэтому там Там всё будет сложно Но за сентябрь Мне нужно успеть Как минимум Две вещи Первое Читает русский дневник На Лакснеса Исландский колокол Второе Дочитает Ластерин колец В оригинале Я приступила И к тому И к этому Надо всё сделать Это за сентябрь И где-то там Что-то ещё будет читаться Я надеюсь Ну по крайней мере Книжные выходные Уже точно будут Не со скандинавским Янкодал Там я прочитала Всё Что у меня стоит На полках И может быть Можно даже снять Какое-то общее видео Я не знаю Надо оно не надо В общем Тоже черкните Хотите ли вы Полный обзор Скандинавского Янкодалта Который у меня есть Пишите ваши Прекрасные комментарии Спасибо вам за просмотр И увидимся В следующем выпуске Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok